Почти год риска остаться на улице и больше полугода судебных разбирательств. Это время сейчас Евгений Блохин вспоминает как страшный сон. Рассказать о своей беде он идет с большим трудом, но в отличном настроении. Инвалид сирота в суде отстоял свое право на получение квартиры от муниципалитета. Квартирный вопрос молодого человека начинался с личной трагедии. Мать от парня отказалась еще в роддоме. С рождения он жил у бабушки с дедушкой, а у них был свой сын. Евгению он приходится дядей. Бабушка с дедушкой думали, что тот после их смерти будет приглядывать за племянником. Но не тут-то было. Остается дядя. Как я потом узнаю, завещание написано на квартиру, где бабушка проживала. И он меня начинает выгонять. Узнав о том, что ему как сироте и инвалиду первой группы полагается свое жилье от государства, Евгений пришел подавать документы в органы опеки. Но там молодому человеку отказали. Оказывается, претендовать на жилье можно до 23 лет. А парню как раз столько уже и исполнилось. И право встать на очередь он потерял. Воевать с чиновниками пришлось в суде. Закон не позволяет ему на данный момент быть обеспеченным жильем от государства, поскольку он пропустил установленный законным срок. Ему давалось 5 лет для того, чтобы обратиться в управление образования с заявлением. Представитель органов опеки уверяла суд, что лично звонила Евгению и предупреждала, что с подачей документов нужно поторопиться. Ему необходимо подойти, просто написать заявление. И больше от него ничего не требуется. Как если только ему исполнится 23 года, значит, право его будет утрачено, и он уже не сможет стать на очередь, как ребенок-сирота. За неделю до 23-летия перечень документов. 20 документов он должен был собрать за неделю. Не является ли это предумышленным? В итоге суд первой инстанции встал на сторону власть имущих. И в иске Евгению отказал. Вместе с правозащитником сирота подал на апелляцию. В областном суде дело рассматривала коллегия. Досконально, детально вникла в нашу позицию, в позицию ответчиков, привлекла также еще и областную администрацию. И все-таки встала на сторону Евгения, на нашу сторону. И вынесла решение об удовлетворении требований. И по включению Евгения в список детей-сирот с возможностью получения жилья. Такой результат правозащитник называет беспрецедентным в России. В органах опеки победу 23-летнего Евгения Блохина уже признали. Новоселье парень может справить уже в следующем году. Если, например, на 1 января 2018 года он будет наставить первый по списку, какая первая квартира, допустим, выиграет, так мы будем предлагать. Тут уже у него выбора не будет. Там и отказаться нельзя, понимаете. И оргтруд, энергетик, юрьевец у нас вот такие квартиры выигрывают. Вот сейчас у нас пеганов очень много. Вот только сможет ли инвалид первой группы наладить свой быт в отдаленных районах города, сейчас большой вопрос. На такие варианты сам Евгений уже заранее не согласен. Валентина Мартынова, Артём Горчаков, 6 канал.